всех приветствую я елена канал дачный креатив в прошлом обзоре я показывала клумбы при въезде вот эту клумбу вот эту клумбу и сейчас покажу немного вот эту клумбу который находится напротив въезда здесь у нас дармера спирея серая дармера я делила два года назад очень сильно она у меня отсажена в разводной грядки много дармера уехала в другие сады но надо удивление быстро здесь восстанавливается и опять занимается свободное пространство вокруг спирея на прям обнимает спирею со всех сторон и опять прижимает здесь и хосту и монарду и монарду как раз это я буду убирать и наверное как я в прошлом обзоре говорила посажу ее клумбу справа от въезда справа от ворот вот эта гортензия гортензия также незнакомка потому что покупался на более 10 лет назад в обе как пинки винки но она абсолютно не похожа на пинки винки поэтому называю незнакомка симпатичная здесь были два дня такие дожди что она у меня развалилась и не пришлось ее подвязывать но вот она подвязана стоит вроде бы ничего она будет свести розоватыми соцветиями ярко розовыми не будет но все равно симпатичная я ее омолаживала два года назад вырезала практически на пень и она смотрите как за два года восстановилась я обрезала в прошлом году у нее только соцветия то есть низко я ее не обрезала так здесь раджерсия конско-каштанно-листная хотела когда подвязывала гортензию хотела обрезать соцветия но решила оставить чтобы показать какие соцветия после окончания цветения как они смотрятся вот не знаю может быть камера не передаст попробую снять так чтобы это было видно на фоне белых соцветий гортензии но это далеко получается к сожалению очень красивые бордовые соцветия это уже формируется семена на соцветиях то есть свете не закончилось но бывает так что не хватает времени на обрезку соцветия отсветших ничего страшного я считаю что можно оставлять и таким образом конечно обрезать нужно если мы хотим чтобы растение разрасталось то обрезать нужно мне здесь нет необходимости чтобы раджерсия разрасталась умею много прикопки так что я обрежу просто сейчас решила показать вам что здесь еще голубые хосты конечно голубые хосты уже теряют восковой налет и становятся более зелеными даже желтоватыми я бы сказала опять же все хосты без названия здесь спиреи и желтые little princess и golden princess разные на этих спиреях я еще не обрезала соцветия у некоторых и обрезаю а некоторых просто обдираю я показывал в прошлом году как я это делаю сейчас не буду на этом останавливаться просто с ножницами дольше а так быстрее я просто подхожу и общипываю соцветия нелегко обрывается это леатрис колосковый вот он уже начинает свести уже хорошо видно соцветия распускаются эти пушистые свечки сверху вниз не снизу вверх а сверху вниз то есть сначала формируется соцветия а потом начинает распускаться вот такой симпатичное растение абсолютно беспроблемное а вот такие вот яркие листочки после того как отцветет леатрис я обрезаю эти свечки соцветия остается аккуратный кустик идут цветения кустик тоже аккуратный так но здесь также голубая хвоста тоже становится больше желтой чем голубой был очень ярко выражен голубой цвет начале июня вот сейчас так ну во первых здесь у нас солнце к сожалению нет у меня достаточно тенистых уголков саду только за домом и высаживать голубые хвост и в тень к сожалению я не могу у меня просто столько тени нет поэтому я растут у нас на солнце ну что делать хотя бы они радуют нас начале лета сейчас принципе тоже смотрится неплохо нет пораженных листьев но вот они начинают выгорать к сожалению так здесь также спирея это уже литл принцесс за спиреи полынь людовика здесь герань темно-бурый самобор выросла самосевом и я ее оставила вот такие вот интересные листики тоже свела я соцветия обрезала здесь хорста фрэнсис вильямс тоже на солнце выглядит не очень симпатично тем более вы два года назад делили и она мне такая совсем какая-то растрёпа но я делила ее просто лопатой разрезала и видимо не очень продумала как будет выглядеть после деления хоста поэтому она вот такая у меня здесь не очень аккуратная однобокая какая-то и вот видите листики тоже подгорают я показывал в одном из недавних видео вот эту хосту как она выглядит солнечной стороны и как она выглядит с восточной стороны вот я сейчас стою это запад меня та сторона вот лес у нас находится на востоке конечно разница заметно здесь буковица крупноцветковая отсвела соцветия у нее не обрезаю иногда обрезаю но чаще не обрезаю честно говоря просто потому что некогда ну и они меня откровенно говоря не раздражают вот такие вот семенные коробочки остаются симпатичные но пион подцвел красиво показывала в июне там зеленые хоста у зеленых хоста лист потоньше там кто-то ее ест это не слизни кстати слизни у нас нет потому что везде замульчирована где камнем где хвойным опадом слизни не любят мульчу поэтому нас практически слизни нет это какие-то мошки и вот так тоже хоста но там тонкие листы у этих зеленых подорожниковых хост поэтому они не очень устойчивы к разным вредителям а вот с плотными листьями хоста хорошо выдерживают так но здесь также спиреи тоже не обрезала еще ничего но обрежу конечно после обрезки будут наращиваться новые верхушки у побегов и все спиреи будут ярче и зеленые будет ярче и желтой соответственно будет ярче здесь также голубая хоста все то же самое сковой налет пропадает появляется больше зеленого и даже желтого очень радует хоконихлоя посмотрите какая красивая хоконихлоя также делил я ее два года назад смотрите как она уже наросла одна из немногих трав которые не ведет себя агрессивно не разбегается в разные стороны не шагает там на два три метра она просто разрастается диаметре таким каскадом вот такая красивая травка кстати все многолетние которые я показываю есть доступны к заказу так что можете заказывать почта для заказа растений и запроса каталогов как обычно будет в описании к видео так ну и показал вам всю эту клумбу бегло что там там пока ничего не делали как застелили спонбондом и насыпал я первый слой мульчи это измельченные ветки бузиным уж измельчал будет здесь еще и хвойный опад и кора но пока здесь никакой мульчу не насыпала сначала посадим растения а потом уже будем мульчировать но этим будем заниматься в августе сейчас достаточно жарко и пересаживать какие-то растения тем более гортензии уже взрослые опасно поэтому будем заниматься этим в августе я сюда хочу посадить гортензию ванила фраз который растет у нас в лесу я там ее практически не вижу никогда редко туда хожу ее отсюда не видно поэтому будем ее пересаживать сюда мы что-то еще посадим возможно еще какие-то гортензии но и другие растения из многолетних и возвращаясь опять к цвету во второй половине июля у нас мало что цветет хотя цветущих растений которые цветут во второй половине июля в августе достаточно много у нас вот только леатрис в этой клумбе и монарда с гортензией муж поставил сюда кашпо с пеларгонии смотрит очень симпатично ярко издалека это очень хорошо видно я с верандой пример смотрю и когда с верандой увидела что здесь что-то краснеется даже не поняла сначала что это проб догадала что муж поставил сюда кашпо с пеларгонии это кашпо она стояла около беседки около винограда западной стороны беседки и вот здесь смотрится здорово но добавляет цвета я предстоящей зимой не планировала заниматься размножением черенкованием пеларгонии я в этом году много начеренковала у меня кстати говоря много черенков уже укорененных разобрали в июне и вот то что осталось я высадила в кашпо здесь около веранды я тоже недавно все это показывал там где у нас барбарис в клумбе напротив веранды которые мы обрезали низко и там пустовато поэтому там тоже я поставила пеларгонии для заполнения места и для того чтобы были какие-то яркие акценты вы смотрите как симпатично цветет много еще бутонов кстати говоря много по обрезали уже уже отцвели и посмотрите как много здесь и листочки симпатичные обратите внимание какой симпатичный лист лист по расцветке похож немножко на лист герани темно-бурый самобор но отдаленный я бы сказала но фактура листа другая абсолютно и очертания другие в этот листик такой волнистый симпатичный глянцевый такая симпатяшка кстати говоря черенкуется достаточно легко я снимала видео по поводу черенкования как я черенковал верни не процесс черенкования а просто рассказала показала разницу черенков осенних февральских и мартовских и для себя приняла решение что предстоящей зимой осенним черенкованием заниматься не буду потому что вы меня мартовские черенки обогнали и осенние и февральские. Так что черенковать буду в марте. Просто кашпо эти забираю домой. Они прекрасно стоят на подоконнике всю зиму. Обрезаю и где-то в марте нарежу веточки и начеренкую. И в следующем году побольше поставлю вот в таком варианте клумбу. Вот здесь поставлю. Ну, где-то может быть здесь. Вот сюда хорошо бы перед хвостой поставить было бы. Но там у меня уже они пристроены, остальные пеларгонии. Так что сюда, наверное, пока не буду ставить. Хотя, вот с той стороны, где у нас барбарис. Барбарис уже подрастает. И там уже, наверное, можно одно кашпо поставить сюда. Но, к сожалению, у меня кашпо все разные. И хотелось бы, чтобы все было в одном стиле. Но кашпо уже были куплены когда-то давно. И когда-то давно у них высаживались тоже растения. Я очень много раньше высаживала однолетних растений, для того, чтобы был более ярким сад. И на рассаду, и сеяла в грунт то, что можно сеять в грунт весной. Много было очень однолетних растений. Но потом как-то все это сошло на нет. И вот сейчас только бархатцы и пеларгонии остаются. И покажу сейчас еще клумбу с той стороны немножко, просто чтобы понять конфигурацию этой клумбы. Начинаю отсюда, со стороны бытовки. Вот такая дармера. Видите, она обнимает спирею со всех сторон. Спирею я обрезала соцветия. Кстати говоря, спирею нужно омолаживать. Она у нас растет здесь около 20 лет. Мы покупали ее в 2002 году. То есть 2002 год. 2002 год. Она у нас в первое время росла перед верандой. Потом мы ее пересаживали сюда. И ни разу не омолаживали. Вот нужно бы ее, конечно, омолодить, потому что внутри там голые веточки. Я соцветия обрезала. Она будет наращивать новые веточки. На новых веточках уже в следующем году цвести. Цвет очень красиво. Весной белыми, поникающими соцветиями, ароматными. Очень красивая спирея. Но надо ее омолаживать все-таки, я думаю. По поводу дармера. Обратите внимание, вот вчера был дождь, и в дармере стоит вода. Вот, смотрите, вода здесь. Вода здесь. Вот, смотрите. В листиках. Такая симпатичка. Она была у нас позапрошлом году очень яркая. Она была осенью просто красной. Оранжево-красной. Очень яркой. Не каждый год такое бывает, но вот позапрошлом году была очень красивой. Так, ну я обхожу вот таким образом. Спирею показываю. Здесь у нас можжевельник минджулип. У меня, кстати говоря, есть укорененные черенки. В прошлом году я черенковала. Но они пока маленькие. Я их отсадила в горшок из грядки. Пока маленькие. Ну здесь стою барабант. Так, ну вот хосты. Я здесь обрезала уже соцветия у хосты. Я показывала в прошлом обзоре ее. К сожалению, роняет лепестки монарда на хосту. Не люблю, когда лепестки на листьях хосты падают, прожигаются листики. Вот, видите, что-то вовремя не убрала. Лепесток от соцветия той же хосты и вот обратите внимание, там такое темное пятнышко. Это вот как раз от лепестка упавшего. Так, ну вот гортензию покажу с этой стороны. Кстати, подхожу к этой гортензии. Вот такого аромата, как дает гортензия Винсред, я не чувствую. У Винсред просто шикарный аромат. Так, ну вот таким образом. Так, здесь пион. Ну вот так же хосты. Все это вот так показываю. Ну и что вот здесь будем высаживать. Уже буду показывать позднее. Будем здесь заниматься этой частью клумбы уже в августе. Ну и все, наверное. В следующем обзоре покажу, что я сделала с барбарисами, в ракарии, с карликовыми. Там я над ними хорошо поиздевалась, но покажу в следующем обзоре. На этом заканчиваю. Всем большое спасибо. Красивого сада. До новых видео. Пока.